И снова захотелось бы нарисовать урбанистический пейзаж. Это правда, отдельная красота, отдельная страница в искусстве. Есть что-то красивое в этих небоскребах, в дорогах, в машинах. Нарисуем мы его мастихином. Нам потребуется лист бумаги, краски. Белая, синяя, красная, вот я ее два раза напыкала. Фиолетовая, черная и желтая. Мастихин, естественно. Приступаем. Не знаю, может быть потребуются кесточки, может нет, посмотрим. Находим середину листа, как всегда. Середина. Горизонт опускаем ниже середины, вот здесь примерно будет, помним. Правило двух третей. Две трети. Значит, небо, одна треть земли будет. И чуть-чуть левее смещаемся, тоже правило двух третей. На все две трети. Сделаем белую красочку. Берем белую краску и наносим сверху белую красочку. Вот именно в том месте, где мы с вами нашли две трети нашего пейзажа. Причем, я его так до конца намазываю, сверху и снизу. Есть. Нанесли. Дальше. Берем желтую, смешиваем с белой, чтобы так чуть-чуть разбелился на желтый цвет. И делаем уже дома. Наносим дома. Вот так, видите, в пирамидке. Я их наношу, делаю как будто бы пирамидку. Будто бы они друг за другом прячутся. И к низу, конечно же, тоже. Так. Еще чуть-чуть разбавляю. И с этой стороны можете просто лист перевернуть. У меня такой возможности нет, так как я вам показываю, как рисовать. Вот, наносим. Наносим такой же пирамидкой. Тут себе. Вот, еще желтенького возьмем. Дома, дома. Вот так раз. И собрались есть. Дома нанесли дальше. Желтый с красным смешиваем. И получаем такого оранжевого, в своем роде, интересный цвет. Ну, тем тоже. Наносим. Нанесим вот такие вот дома себе. Причем, видите, я так сразу. Время от времени сюда выпускаю. И здесь. Делаем нарочито, криво, нарочито. Вот так все специально. Делаем неровным. И до самого низа. Есть. Дальше берем чистый красный цвет. И чистый. Получает такая радуга, да, у нас. Радуга выходит вот такие. И точно так же. И до низа самого я эту радугу рисую. Так. И с этой стороны. Ярко красным. Порисовали. Можно даже вот сюда чуть-чуть выйти. Нарисовать такой домик. Прям конкретнее. Здесь прям конкретнее. Вырисовываем уже некоторые детали. Есть. Детали нарисовали. Дальше красный. Смешиваем с черным. Получаем такой темно-бордовый цвет. Не черный еще, а темно-бордовый. И им тоже надо нарисовать некое здание. Вот я уже начинаю влезать в мою палитру. Стараемся, конечно, не влезать в нее. Вот бордовым цветом. Наносим. Здесь тоже бордовым цветом. На дорогу. И дальше берем только черный. Черный цвет. И работаем мы. Вот все остальное черным цветом. Но так как он смешивается с красным, появляется очень интересный эффект. Вот здесь. Тоже черный. Вынесли. Да, сверху на картину наляпали. Есть. Пописали. Берем больше черного. И там, где у нас должна находиться наша перспектива, нашей картины, рисуем горизонтальную линию. Вот. Ребром мастихина. Нарисовали. И от нее поднимаем черный цвет. Еще парочку вот таких вот домов рисуем на этом горизонте. вот так правильно. Опа. Есть. И также мы этим черным цветом чуть больше вот сюда на дорогу до горизонтальных движений. Вот таких вот делаем. И там это дает впечатление отражения. Есть. Берем белый цвет. И как мы делаем перспективу? На домах нужно... Вот представьте, что это у вас начало, ваша работа. Вот тут точка ставится вот тут. И от этой точки вот туда вверх несколько вот так белых линий. Ставим. Они создают вот такое движение как бы к этой точке, создавая перспективу. Вот такими лучами должно расходиться. Можно белым или красным кое-где. Вот как бы окошки, как будто бы. Но немного, не везде. Такими белыми линиями нанесите. кое-где, где нужно окошки. Больше не надо. Больше не надо. Возьмите желтый. Вот здесь меньше белого, больше желтого нанесите. пусть белый будет только здесь. Это небо. Белое – это небо. Желтые – это начинаются уже небоскребы города. Оранжевый возьмите. Оранжевый возьмите. Оранжевый – оранжевый. Оранжевый туда понанесите. Дорога должна иметь какой-то цвет. Красный. Темнее, чем город. Видите, город начинался у нас желтым, а мы под ним рисуем оранжевый. Начинается красный, мы под ним рисуем бордовым. Начинается красный, мы рисуем под ним темным. Вот так. И, конечно же, вот эти движения сделайте. Есть. Дальше берем белую красочку и белым тут же на линии горизонта делаем белую полоску. Вот так, чтобы отделить горизонт от дороги. Белую полоску нанесли. Есть. Где-то можно вот такое белое здание Это как будто бы первый этаж зданий. Наносим. Есть. Где-то вот такие линии маленькие. Нужен черный цвет. Как будто бы машины едут, потому что это дорога. Вот. Ставим черный. Тут машину такую рисуем. От нее черные полоски. фары. Фары размываем вот так внизу тоже. И желтый цвет. Пусть это будет такси. Тут желтый цвет. Есть. И вот точно так же. Вот такие желтые машинки. Просто прелесть. Я обожаю рисовать вот такие абстрактные картины. Это уже сродни интерьерной картине. Вроде на первый взгляд ты ничего в нем не понимаешь и не видишь. Но когда начинаешь присматриваться, ты видишь, что там есть и идея, есть и конкретные детали работы, есть и главные фигуры. Вот как у меня здесь машина, например, этим. Я себе не прорисовываю, я себе сделала машину. Все. Мы работу закончили. Смотрим на наш результат. Убираем точек. Опа. Бывает такое. Чуть-чуть зацепила край. Ничего страшного. Вот. Получился город. Практически такой, по которому я ездила, когда много-много-много небоскребов, много зданий, много машин, и все они сливаются в одну картину. Прелесть, согласитесь. Давайте вот здесь красной красочкой возьмем и дорисуем себе краешек. Видите, я оторвала краешек. Я его просто дорисовываю. Уже гораздо лучше, чем было. Вот. Край у нас присутствует. Все. Получилась у нас абстрактная работа. Урбанистический пейзаж. Назовем его так. Мне очень понравилась работа с вами. Рисуйте, пишите отзывы, как у вас получается. Всегда очень интересно получать обратную связь от вас и знать, что вам удалась та или иная работа. Меня очень радуют такие сообщения от вас. До скорых встреч. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова